Привет, ребята! Сегодня у нас на обзоре холдер от JJ Workshop. Прислали они мне его примерно месяц назад, так что мы всем салоном по очереди опробовали этот продукт. Сразу говорю, что обзор будет честным, и я расскажу как о плюсах, так и о минусах данного холдера. Итак, поехали! Для простоты восприятия я буду сравнивать этот подлокотник с другими, которыми мы пользуемся в нашем салоне. Характеристики данной модели. Подушка из дермантина или эко-кожи 50 на 40 см. Наклон подушки регулируется на 180 градусов. Рама состоит из металла 2 мм и покрашена противоударной порошковой краской. Все подвижные вращающиеся элементы из металла. Итак, что же из себя представляет этот подлокотник? Он достаточно широкий, что позволяет мастеру зафиксировать локти при работе, чего нельзя, например, сделать, используя узкую версию. Руки постоянно на весу, и это не добавляет ни ровности контурам, ни бодрости мастеру, особенно на последних часах работы. Также мы можем использовать широкий холдер в качестве опоры клиента, если бьем ему татуировку на пояснице или на спине. Мы можем видеть, что одна из сторон подушки более широкая и мягкая, чем другая. Это сделано для того, чтобы у клиента не затекала рука, когда вы делаете большую работу на плече или просто бьете рукав. Это действительно работает, и если сравнить с обычным холдером, то разница очевидна. Регулировка выполнена в виде вот таких зажимов. И на данной модели зажимы есть с обеих сторон, в то время как на большинстве только с одной. В работе я обнаружил, что один зажим достаточно справляется с нагрузкой при работе, и можно использовать только его, а второй зажим будет как запасной. Однако, если у вас достаточно тучный клиент, и один зажим его не может выдержать, то можете использовать два. В любом случае, избыток надежности конструкции это лучше, чем ее недостача. Кстати, наличие, насколько я знаю, у них есть подушки 70 на 40, немного больше, чем данная, и поменьше 30 на 20. Если сравнить с другим нашим холдером, то видно, что подушка меньше по габаритам, но значит компактнее. Такого размера достаточно для удобного размещения конечности клиента, и с таким размером холдер не занимает много места. В условиях домашней студии или небольшого салона это большой плюс. Резиновые ножки-присоски хорошо фиксируют конструкцию, и никто никуда не отъезжает при работе. Чего не сказать про другую холдер с пластмассовыми ножками. Также не царапает пол. Регулировка высоты. Система зажимов работает на отлично. Крепления, похожие на газовый вентиль, отлично лежат в руке и не скользят. Однако, если вся конструкция скользнет вниз, то на каркасе сразу же возникнут вот такие царапины. Возможно, я придираюсь, и для многих это вообще не проблема, но этот момент есть, и его стоит показать. Сборка. Холдер приходит по почте, естественно, в разобранном состоянии, и собирать вы будете его сами. В разобранном виде он выглядит вот так. Собирается примерно минут за 40-час, но чтобы сориентироваться, мне пришлось использовать фотографии холдера из интернета, то есть не хватило банальной пошаговой инструкции, тогда сборка бы сократилась минут на 10 точно. Если товар постоянно высылается почтой, то инструкция по сборке была бы логична дополнением. Порадовало меня то, что в комплекте были все необходимые компоненты для сборки и даже гаечный ключ. Оформление. Хочу обратить внимание на не очень важное, однако, различие между двумя холдерами. Причем этот стоит на 1000 рублей дешевле. Здесь, с обратной стороны, такой же дерматин, как и вверху. Плюс скобы прикрыты складкой такого же кожзама. Здесь же у нас просто скобы и просто ткань. Я не могу сказать, что это косяк, это скорее просто издержки оформления, но ребятам из JJ Workshop хочу сказать, что такое оформление будет все-таки поприятнее для мастера. Но клиент, скорее всего, ничего и не заметит. Если я не ошибаюсь, цена у этой модели 6000, что является вполне приемлемо и по карману любому мастеру. У ребят из магазина также есть разные варианты этой конструкции, размеры подушек и так далее. Я об этом уже говорил. Также мне у них понравились варианты индивидуального оформления подушки. Это подходит тем мастерам или тем студиям, которые любят лепить свой логотип везде, где попало. Ну, для меня это тоже подходит. Про износостойкость тоже хотелось бы поговорить, но холдер у нас всего месяц, и это достаточно маленький срок, чтобы оценить, насколько долго конструкция будет нам служить. На данный момент холдер как новенький, за исключением вот этих царапин. Но любой холдер за 6000 будет царапаться в этих местах. Да и кого это вообще волнует. Так вот, про износостойкость. Я буду продолжать использовать его в работе, и если с ним что-то случится, вы сразу об этом узнаете в моем инстаграм. Ну и как итог, я могу сказать, что однозначно рекомендую этот холдер как тату-салонам, так и мастерам, как домашним, так и в студии. Цена полностью оправдывает качество, и доставка не заставит себя долго ждать. Ссылку на ребят я оставляю под роликом. Спасибо JJ Workshop за сотрудничество. Ну а зрителям спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и оставляйте ваши комменты. Всем спасибо и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова